А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 883 день ожесточенной войны, которую Россия Варварская связала и ведет против независимого государства Украина. Потери российских войск на поле боя в три раза превышают украинские потери. Об этом буквально вчера рассказал главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью изданию «The Guardian». Верить в наше время нельзя никому. Мне можно. А накануне немецкая ведущая военная компания «Райн Мэттл» получила от Украины заказ на строительство в Украине военного завода по производству ракет и снарядов. Этот завод будет построен втайне от русских и будет прикрываться нашими удивительными системами «Патриот». По плану. А в это время, пока я готовлюсь пить чай, российские оккупанты окружают нашу группировку в районе «Прогресса». Это четко видно по карте «Гипстейт». Еще немного и котел захлопнется. И тогда нашим воинам крышка. И это катастрофа. Также российские захватчики буквально за последние 5-7 дней продвинулись еще на 8 направлениях. И продвижения эти значительные. Так они скоро и до Киева дойдут. Ну а там их ждет наш Бендера. Ура! Как вы помните, вчера в Москве подорвали высокопоставленного военного чиновника. Ну и традиционно исполнитель на самолете тут же убежал в Турцию. И, конечно же, это агент украинской разведки. Но вот не прошло и пару часов, как уже появилось видео из Турции. В Бодрыме задержан гражданин России, который работал на украинскую разведку. Это он подозревается в подрыве автомобиля московского военного чиновника. Ох, как быстро эти спецслужбы России работают. А в это время потери россиян на фронте в Украине остаются катастрофическими. И за последние сутки еще 1230 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и здоровыми. А всего же 24 февраля 1922 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано 571350 российских захватчиков.